Сделал прививку Астрозенека и через три дня умер от отека легких в результате двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом. Смерть 71-летнего рижанина Олега Зейгермахера вызвала у родных много вопросов, ответов на которые нет до сих пор. Инспекция здравоохранения проводит по данному делу расследование. О статистическом случае для одних и личной трагедии для других Евгения Копылова. Олег Зейгермахер, 71 год. В марте он решился на вакцину от COVID-19. Об этом рассказывает его сын. Сам Олег умер. Папа был всегда против вакцины. Потом вдруг он поменял мнение. И буквально в один момент маме позвонил семейный врач, предложил вакцинирование. Мама сказала нет. А папе предложили на работе сделать вакцинирование. Папа сказал да, хочу. 5 марта около трех часов дня Олег Зейгермахер получил первую дозу вакцины AstraZeneca. Он приехал домой. Вечером у него была небольшая температура, около 37 с копеечками. И состояние чуть простуды легкой. Ну и всех предупредили, что это нормальное состояние. Несколько дней может такое быть. Потом суббота, воскресенье. Это 6 и 7 число. У него примерно такой же температуры нет. Но состояние слабость, усталость. 8 марта в понедельник состояние ухудшилось. Вечером мужчина потерял сознание. Домой приехала скорая помощь и увезла его в больницу. Через несколько часов ночью 9 марта Олег Зейгермахер скончался. Его сын Павел пытался выяснить у медиков, что случилось с отцом. По его словам, врачи неотложной помощи предположили, что виной всему мог стать тромб. В принципе, в этом-то и есть вопрос. Что, с одной стороны, нам и врач из реанимации, и врач в скорой помощи была названа вещь, связанная с тромбами. Мы в газетах читаем, что в Австрии, в Германии AstraZeneca вызывает тромбы. Олег Зейгермахер получил прививку AstraZeneca партии АБВ-5300. Использование именно этой серии в начале марта приостановили несколько стран Евросоюза. О серьезных осложнениях после прививки этой серии сообщила Австрия. Известно о двух случаях. 35-летняя женщина госпитализирована с легочной эмболией. Она попала в больницу. 49-летняя женщина через 10 дней после прививки умерла от множественного тромбоза. 9 марта Латвия останавливает использование партии АБВ-5300. Позже, после заключения Европейского агентства лекарств, ограничения снимают. В Латвии до сих пор нет ни одного случая тромбоза, который можно связать с вакцинацией. К тому же, на данный момент уже есть заключение, что вакцина не связана с образованием тромбов. Из заключения свидетельство о смерти Олега Зейгермахера. Прямой причиной смерти стал отек легких при двухсторонней пневмонии на фоне коронавируса SARS-CoV-2. Сопутствовала этому еще и коронарная болезнь сердца. Но главный вопрос, которым задается семья, как после получения вакцины у Олега мог развиться COVID-19. Не предусмотрено, что нужно делать тесты перед вакцинацией. Также нет никакой информации о том, что вакцинация могла бы усилить инфекцию COVID. После первой дозы можно заболеть, если человек уже был инфицирован и не знал об этом. Всего в Латвии скончались шесть человек, получивших прививку от COVID-19. Каждый случай расследуется специалистами. Устанавливается, есть ли связь с прививкой. В одном случае причиной смерти стала двухсторонняя пневмония из-за COVID-19. В другом – пневмония при множественных хронических заболеваниях. В третьем – пневмония при хронических заболеваниях. Связи смерти с вакциной не установлено. В четвертом случае причину смерти установить невозможно, так как родственники умершего отказались от проведения вскрытия. Еще два случая до сих пор расследуются, как нам подтвердили в инспекции здравоохранения. Среди этих двух случаев и смерть Олега Зайгермахера. На данный момент в Латвии не подтвержден ни один случай летального исхода, у которого установлена связь с вакциной. По двум случаям запрошена дополнительная информация от семейного врача больницы. Проверку проводит также инспекция здоровья. Согласно плану по надзору за безопасностью вакцин от COVID-19, разработанному в ЕС мониторинг вакцин против COVID-19 значительно интенсивнее, чем у других лекарств. Кроме того, владелец регистрационного удостоверения должен представлять в Европейское агентство по лекарственным средствам ежемесячный отчет о побочных реакциях, продолжать и инициировать новые исследования для мониторинга безопасности и эффективности вакцин против COVID-19. Всего в Латвии первую дозу вакцины разных производителей получило уже 110 тысяч человек, вторую дозу — еще 23 тысячи. К 28 марта известно о 735 побочных случаях после вакцинации. Это меньше 1%. Врачи подчеркивают, в большинстве случаев побочные эффекты краткосрочные проходят в течение нескольких дней.